Кофейня 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 акций и предложения. Нужно работать над лояльностью, потому что у нас, например, бонусная система, у нас сейчас там более 21 тысячи участников уже в нашей бонусной системе. С каждым из наших гостей мы работаем, всегда есть обратная связь, мы получаем оценки от наших гостей за обслуживание, то есть это все происходит в режиме онлайн. Да, первое время в кофейне было не так много гостей, как хотелось бы. Приходили в основном друзья, но они знали, что важно выдержать концепцию. Кофейне стало приносить прибыль только спустя полгода. Это не сенсационный, но устойчивый результат. Это очень сложный операционный бизнес, где очень много мелочей, которые определяют конечный результат. Это и продукт, это и команда, это и погода, это и позиционирование, это и настроение гостей, это и элементарные ошибки, которые мы делаем в работе, которые, к сожалению, а может быть и к счастью для кого-то, то они тиражируются быстрее, чем похвала какая-то. Поэтому это тот фактор, который нас постоянно не дает нам расслабиться. Новые кофейни появляются в больших и маленьких городах едва ли не каждый день. Со стороны кажется, что это очень простой и прибыльный бизнес, а затраты на запуск минимальные. Они внедряют новые технологии, обучают и сопровождают бизнес от дизайн-проекта до закупки продуктов. УК постоянно на пульсе, должна быть у любого предпринимателя, даже после трех лет. Нет такого, что мы сейчас открыли какое-то заведение, мы отдыхаем, мы постоянно в процессе, постоянно в операционной деле. Андрею и Елене интересно предпринимательство. Своё дело они сравнивают с самым дорогим, наверное, что есть в нашей жизни. Это как ребенок, наверное, да. То есть бывает такое, что капризный ребенок, бывает, что сегодня он тебя радует, завтра он тебя не радует. Ну, это же твой ребенок, да, то есть ты его любишь. Мы, конечно же, хотим открываться и в Москве. У нас есть такая мечта, потому что мы видим, что мы можем сделать, как это будет красиво. В Петербурге, вот недавно были с Андреем в Казани, тоже прошлись, прогулялись, поняли, что очень хотелось бы открыть там корж. Вот, поэтому планов очень много, и мы постепенно-постепенно к ним идем. Сейчас хорошее время, чтобы влиться в кофейную индустрию, попробовать разобраться в ней и сделать что-то новое. Можно совершенно четко говорить о том, что в Самаре сейчас есть спрос на молодых предпринимателей. Мы внимательно следим за теми инструментами, которые предлагает нам государство, как им можно воспользоваться, как им можно их пустить на пользу нашему бизнесу. И мы в этом году также собираемся воспользоваться одним из этих инструментов. Мы инвестируем, реинвестируем часть прибыли в развитие, постоянно закупку оборудований. И вот в этом году мы хотим компенсировать часть сложных средств из бюджета по программе государственной. Вот 350 тысяч есть, мы как раз сейчас готовим бумаги, чтобы в конце года это можно было вернуть. На предпринимателей именно в плане сбора информационных справок, документов, ложилась минимальная нагрузка. И поэтому одна из справок, которые они получают из внешней среды, это справка из налоговой. А мы уже потом проверяем, состоит ли предприниматель в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Все остальные документы, это учредительные документы, это документы о понесенных расходах, актах, счетах. Это все непосредственно заверяется в компании и труда особого не составляет. Чтобы заполнить эти документы, нужно потратить два часа, наверное, рабочего времени, приехать сюда, привезти документы и подать их. В нашем городе Самара, я думаю, что создана благоприятная среда для развития предпринимательства. Нет никаких препонов, было бы только желание. Редактор субтитров А.Семкин